Джонатан Дуайт Джонс родился 19 июля 1987 года в Рочестере, штат Нью-Йорк. Мальчик вырос в многодетной религиозной семье, отец Артур служил пастором в церкви, мать Камила работала медсестрой. Четверых детей супруги воспитывали в ортодоксальной строгости, церковные занятия вместо вечеринок, развлечений и подарков. Впрочем, у родителей не было на это денег. Старшая дочь Кармен помогала матери присматривать за братьями, пока та работала. Артур-младший Джон и Чендлер росли дружными, в криминальном Рочестере нужно было держаться вместе, чтобы уцелеть. Все трое очень любили Кармен, но сестра рано ушла из жизни, девушке не было и 18 лет, когда ее свел в могилу рак мозга. Потеря стала страшным ударом для ребят. Братья росли невероятно спортивными, унаследовав от отца атлетические способности. В подвале их дома в Эндикоте, куда семья впоследствии переехала, глава семейства соорудил самодельный ринг, на котором практиковал занятия и соревнования с сыновьями. В школе родственники увлеклись футболом. Джон Джонс играл в полузащите. Но худощавый подросток стал сильно вытягиваться, за что получил от тренера прозвище Бонус, Бонус, означающее костлявый. Будущий чемпион сам признавал, что с футболом у него не получилось, он не смог его полюбить. Артур и Чендлер тем временем делали успехи на поле и стали профессиональными игроками, знаменитыми не менее среднего брата. В седьмом классе Джонс переключился на вольную борьбу. В 2004 он выиграл чемпионат школы Union Indicott и занял третье место в чемпионате штата. По окончании общеобразовательного учреждения юноша поступил в Центральный колледж штата Айова, где также стал победителем местных соревнований. Однако из-за проблем с поведением и успеваемостью ему пришлось перевестись в родной Нью-Йорк. Он продолжил образование в Государственном колледже Моррисвилля, изучая юриспруденцию. Но и здесь парень надолго не задержался, поскольку его девушка Джесси Мазес забеременела. Молодой человек оставил учебу, переехал к подруге и устроился выше баллы в клуб. В момент, когда отчаяние уже достигло предела, Джон получил сообщение в социальной сети от незнакомого пользователя. Инкогнито предложил ему попробовать сделать карьеру в октагоне и пригласил в зал Бомску от ММА, где тренировались бойцы смешанных единоборств. Имея отличную борциовскую базу и природные данные атлета, выдающийся рост — 193 см при весе 93 кг, и длинные руки, размах конечностей — 215 см, Джон Джонс быстро пошел в гору. Спустя месяц после первой тренировки он провел профессиональный бой. Схватка прошла в апреле 2008 в Массачусетсе на турнире Full Force Productions, Антам-20. Дебютант за 92 секунды уложил на лопатки соперника, бойца Бреда Бернарда. В течение последующих три месяца Джон Джонс не проиграл ни одного сражения, после чего в UFC предложили подписать долгожданный контракт. Дебют уроженца Рочестера в качестве участника ведущий бой Циовской лиги состоялся 9 августа 2008 года. Тогда он провел встречу против мастера Капаиры Андре Гусма и выиграл единогласным решением судей, отметивших нетрадиционные технические приемы новичка. В последующих боях Джон Джонс держался не менее блестяще, одолев Стефана Баннара и Джейка Абрайана. Правда, в схватке с Мэттом Хэмиллом удача отвернулась от счастливчика. В 2009 спортсмен, несмотря на лидирующее положение, был дисквалифицирован за запрещенный удар локтем. Это техническое поражение до сих пор портит победную статистику выступлений нокаутера. Следующее состязание прошло 21 марта 2010 года против Брэндона Веры. На четвертой минуте первого раунда Джон нанес удар локтем в портере, после чего на соперника посыпался град ударов. В итоге судьи приняли решение остановить избиение. Джонс также получил награду нокаут вечера. Перед тем, как выйти на поединок за титул чемпиона UFC, боец провел еще два победных состязания, с белорусским атлетом Владимиром Матюшенко, которого отправил в технический нокаут, и с неимевшим на тот момент ни одного проигрыша Райаном Бейдером. Против последнего он применил удушающий прием. Позже состоялась схватка за пояс между два полутяжеловесами, Джоном Джонсом и бразильцем Маурисио Роа. Зрелище было захватывающим. С первых минут американец занял доминирующую позицию и вел бой, добившись технического нокаута в конце третьего раунда. После сигнала судьи 23-летний спортсмен стал самым молодым чемпионом в истории UFC. Следующий период в бойцеовской биография любимца болельщиков посвящен многократной защите титула. И всякий раз борец с честью выходил из октагона. В числе поверженных им коллег оказались именитые спортсмены Виттер Белфорд, Лиота Мочеда, Рошад Эванс, Гловер Тишейра и другие. Джон Джонс называл самым тяжелым противостоянием в карьере выход против шведа Александра Густавсона в 2013-м. Американец получил серьезное ранение лица, но истекая кровью, одолел соперника и защитил звание. В январе 2015-го состоялась схватка, которую нокаутер давно ждал, победить Даниэля Кормье, бойца, не имевшего ни одного поражения за всю карьеру, было делом чести. И этот выигрыш стал восьмой защитой титула для непобедимого. Атлет готовился провести матч-реванш с Даниэлем Кормье 9 июля 2016 года, но был отстранен по причине подозрения в употреблении допинга. После сдачи тестов эксперты антидопинговой организации US Anti-Doping Agency объявили, что в крови Джона Джонса найден блокатор эстрогена. Борца дисквалифицировали сроком на год. Нокаутер вернулся в октагон в июле 2017-го, спустя месяц после похорон матери, которая умерла от диабета. Мастер октагона победил Даниэля Кормье после трех раундов и вернул пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Однако в конце года состязание признали несостоявшимся, так как результаты проб на стероиды, взятые у Джона Джонса перед схваткой, оказались положительными. Боец потерял титул, ему грозило лишение права выступать на четыре года. В конце сентября 2018 US Anti-Doping Agency наконец приняла решение о дальнейшей судьбе нарушителя, пойманного на приеме допинга в июле 2017-го. Экс-чемпион получил дисквалификацию сроком на 15 месяцев. Отбыв наказание, Джонс встретился с Александром Густавсоном на турнире UFC 232, который прошел в Лас-Вегасе. В ходе поединка первый одолел соперника техническим нокаутом в третьем раунде. В июле 2019-го борец сразил Тиаго Сантоса. 2020-й для бойца начался с соперничества с Домиником Риосом. Соревнование закончилось победой первого. В июне стало известно, что Майк Тайсон планирует возобновить карьеру. Он бросил вызов Джону Джонсу. Мастер октагона ответил, что побоксирует с ним на ринге, но при условии, если после тот согласится провести бой по правилам ММА. В августе боец освободил титул UFC в полутяжелой весовой категории, отказался от пояса и перешел в тяжелый вес. Президент промоушена Дэйна Уайт не исключил, что Джонс может встретиться с Франсисом Мганну, чтобы побороться за чемпионский пояс. Позже борец устроил перепалку в социальных сетях с Исраэлем Одессанией. Соперники обвинили друг друга в употреблении допинга. В дальнейшем Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру и заявил, что UFC должна поставить его на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, где уже долгое время правит Бал Джон Джонс. Американский спортсмен не остался в стороне и прокомментировал возникшую ситуацию, я говорю со всеми вами, фанатами Хабиба. 15 мировых титулов по сравнению с четырех у вашего парня, и вы, ребята, еще говорите о том, кто на свете лучший боец. Единственный человек, который мог бы вернуться и оспорить мой рекорд и то, что я сделал в UFC, это, возможно, Жорж Сен-Пьер. После Джон начал подготовку к дебюту в тяжелой весовой категории. Он усиленно работал над физической формой. Затем непобежденный провел тренировку для чемпионки мира по боксу Лареса Шилдс, которая подписала контракт с ПФЛ. Американка попросила чемпиона UFC помочь ей овладеть некоторыми приемами и необходимыми навыками. Фрагменты занятий боец выложил в социальных сетях. Он остался доволен результатами подопечной. Под постом оставил комментарии Конор Макгрегор, ирландец также восхитился навыками коллеги. Тело Джона Джонса украшают татуировки. Для спортсмена это не просто красивые рисунки, а изображения со смыслом. Например, на груди набита надпись «Филиппианс 4 часа 13 минут», послание апостола Павла к Филиппицеам, глава 4, стих 13 «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это был любимый отрывок его покойной сестры из Нового Завета. Спортсмен любит появляться на публике в костюме. Об этом свидетельствуют многочисленные фото, размещенные в свободном доступе. Фанаты непобежденного подчеркивают, что классический стиль ему к лицу. Благодаря религиозному воспитанию и положительному примеру родителей в личной жизни Джонс был верным. Со своей бессменной спутницей Джесси Мазес он познакомился еще в школе. Вскоре симпатия переросла в романтические отношения. Но паре суждено было расстаться, ведь юноша поступил в колледж Айва. Здесь Джон закрутил роман с местной красавицей. В результате любовной связи родилась дочь, о которой любимец болельщиков упоминал в интервью Джо Рогану в 2016-м. Вернувшись в Нью-Йорк, борец вновь воссоединился с Джесси, и вскоре избранница забеременела. Будущие родители перебрались в крохотное жилье девушки, которое та делила с матерью. Первый ребенок пары, дочка Лея, родившаяся в 2008-м. Вторая наследница Джона Джонса Кармен Николь родилась спустя год. А третья, Оливия Хейвен, в 2013-м, в то время в Махачкале открыли Академию смешанных единоборств Fight Nights. На торжественное мероприятие в столицу Дагестана прибыли мировые звезды боев без правил. Среди них оказался и уроженец Рочестера. Каждое фото Джона Джонса с детьми и возлюбленные в его инстаграм-аккаунте фоловеры встречают с восторгом. Есть пример для подражания, у самого борца, в своих выступлениях он не раз говорил о том, что вдохновлен достижениями ирландца Конора Макгрегора. В начале марта 2023-го боец без правил Чейл Санен сделал шокирующее заявление. Он утверждал, что Джонс, Валентина Шевченко и Холли Холм составляют любовный треугольник. Свои слова спортсмен не подкрепил доказательствами, однако в западных СМИ новые подробности о личной жизни Джона Джонса вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Фанаты посчитали, что Санен таким образом решил привлечь внимание к своей фигуре. Менее лояльная часть публики восприняла заявление Чила за чистую монету. Сам борец новость никак не прокомментировал. За Джоном Джонсом тянется целый шлейф преступлений. Первое известное общественности правонарушение он допустил в 2012-м, когда в Бенгентане, штат Нью-Йорк, врезался в столб на Бентли. Тесты показали, что водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его выпустили под залог, а позже приостановили действия водительских прав на полгода. В дальнейшем он готовился к противостоянию с Энтони Джонсоном, но до этого его арестовали как инициатора ДТП, нарушитель получил 18 месяцев условного наказания. Ейфси лишила Джона Джонса чемпионского титула и приняла решение о дисквалификации на неопределенный срок. В конце того же года любимца болельщиков восстановили в статусе бойца и разрешили вернуть утраченное звание в поединке с Авинсом Сен-Прио. Тогда спортсмен одержал уверенную победу. В сентябре 2021 Джона Джонса обвинили в избиении гражданской жены, а также порче полицейской машины. Согласно отчету, происшествие случилось в номере отеля казино Сизерс Пелес, куда чемпион вернулся ночью. По показаниям избранницы, когда она выходила из комнаты, борец дернул ее за волосы в присутствии детей. Заплаканная Джесси спустилась к стойке регистрации и попросила дополнительный ключ от своего номера. Работник заметил у девушки кровь на лице и спросил, все ли в порядке, на что та ответила, что боится возвращаться обратно. Тогда сотрудники гостиницы вызвали полицию. В момент задержания атлет ударил служебный автомобиль головой, оставив на нем вмятину. СМИ утверждали, что чемпион даже предлагал полицейским подраться, после чего те пригрозили нарушителю электрошокером. Скандалиста отпустили на следующий день под залог 8 тысяч долларов, позже ему запретили тренироваться в родном зале. «Я сам отец троих дочерей, я учу их самообороне, и слышать такое. Джон отстранен от тренировок, ему нельзя приходить в наш зал. Он сможет вернуться, когда бросит пить и наладит свою жизнь. Я умоляю его бросить пить. И я должен был создать прецедент для других моих ребят в зале, так себя вести нельзя. Поэтому Джон Джонс больше не в нашем зале», — негодовал тренер Майк Вин.